Заметные изменения происходят на стройплощадке школы в сельском поселении Медвежье-Озерское. Чтобы не сорвать график, строители параллельно проводят несколько видов работ. В частности, уже начали устанавливать стеклопакеты в окна первого этажа. А стены школы тем временем подходят к крыше. В частности, строители уже монтируют металлические перекрытия над крылом, в котором расположен спортзал. И к концу недели будут готовы начать накрывать кровлю. В среду утром ход работ на объекте проверил глава района Алексей Валов. Работа организована в две смены, в том числе ночью. Но жители не жалуются, заверил глава Медвежье-Озерского поселения Владимир Канахин. Заканчивается кирпичная кладка четвертого этажа основного корпуса, где будут расположены учебные классы. Продолжается перекладка теплотрассы. На объект уже зашли субподрядные организации по проведению ряда внутренних работ. В дни осенних каникул будет выполнен переход между старым и новым зданиями школы. Галерея уже построена. Осталось пробить стену действующего корпуса для монтажа дверного проема. На совещании в штабе стройки Алексей Валов проверил по пунктам исполнения графика работ. Выполнен штукатурный работой в объеме 2500-3000 квадратных метров. Сколько сделали? Около 2500. 2500 сделали, нужно сделать. Сделали. А в таком же объеме дальше продолжайте работать. Глава остался доволен темпами работ, но потребовал быстрее закрывать кровлю, чтобы дожди ни на день не притормозили строительный процесс. Отслеживать динамику строительства школы в Медвежьих озерах он намерен каждую среду. Здесь достаточно короткие сроки окончания строительства. Все идет в графике. И с опережением графика, я посмотрел по плану, есть определенные трудности с выносом теплотрассы. Ну, отставание буквально сутки, поэтому думаю, что к следствию совещания они доложат, что отставание уже устранено. Надеюсь, что к Новому году, как была поставлена задача, школа уже будет в тепле и будут идти отделочные работы. Не только перспективы скорого открытия новой школы радуют в этом году Медвежьи озерцев. В план губернаторской программы комплексного благоустройства дворовых территорий вошел большой общий двор на четыре многоэтажных дома на улице Юбилейной. Работы уже завершены, на них потрачено 22 миллиона рублей, из которых 8 миллионов выделены областным правительством, остальные – это бюджет поселения. Владимир Канахин представил результаты главе района. Алексей Валов проверил качество ограждения спортивной площадки. Уже были прецеденты, когда подрядчика заставляли переделывать некачественную работу. Здесь все в соответствии с ГОСТом, сообщил Владимир Канахин. И добавил, что в Медвежках есть результаты и других губернаторских программ – «Светлый город» и восстановление инфраструктуры бывших военных городков. «Светлый город» сделали четыре улицы на четыре миллиона и восстановление военного городка уличного освещения еще на семнадцать. В общей сложности за данный период в поселение прибавилось 284 новых светильника. Поселение Медвежо-Озерска развивается динамичнее, чем некоторые микроорганизмы. Ирина Микеда, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».